Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Универс Матри, программа приемка ФУ-2016. И у нас сегодня в гостях заведующий отделением Высшей школы международных отношений и востоковедения Гришин Яков Яковлевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот первый вопрос все-таки такой. На какие направления подготовки вы планируете объявить набор в этом году? В этом году мы планируем объявить набор на три направления. Это международные отношения, где имеется три профиля. Это общий профиль. Второй профиль – мировая политика, международный бизнес. И третий профиль – это внешняя политика, экономика, стран БРИКС и ШОС. Второе направление – это востоковедение, африканистика. Там тоже три профиля есть. Это язык, языки, история стран Азии-Африки. Да, стран Азии-Африки. Это история стран Азии-Африки и экономика стран Азии-Африки. И третье направление – это зарубежное регионоведение, где тоже есть два профиля. Это общий будет профиль и азиатско-африканское направление. А которое направление все-таки самое востребованное среди студентов и абитуриентов? Работают долгие годы в институте. Могу со всей ответственностью сказать, что все три направления очень пользуются большим спросом. А бюджетные места? Бюджетные места есть. У нас на международных отношениях в этом году будет 10 бюджетных мест. На востоковедении и африканистике будет 15 бюджетных мест. У магистров будет 23 бюджетных места. И вот мы еще в этом году открываем новую магистратуру. Это мировая политика международного бизнеса. Она у нас будет заочень. Там 12 бюджетных мест. А какие языки изучаются в вашу школу? Вот то, что мои коллеги говорили, я повторюсь. Мы уникальны в этом отношении преподавания языков иностранных. На сегодняшний день на отделении международного отношения востоковедения изучается китайский, корейский, суахили, африканас, хинди, японские языки. Из европейских это английский, французский, немецкий, испанский. А стажировку студенты где проходят? Стажировки в разных местах проходят. И стажировки проходят в Министерстве иностранных дел. Стажировки проходят в представительстве МИДа Российской Федерации в Республике Тарстан, в Департаменте внешних связей. Стажировки проходят в зарубежных странах, в том числе в Китайской народной республике, в Республике Иран, в Марокко. У нас ежегодно практика есть по арабскому языку и так далее. А есть ли возможность у студентов остаться там, где они проходят стажировку и практику, трудоустраиваться там же? Есть такие случаи, да, остаются там после окончания. То есть, прежде чем их взять на работу, нужно закончить все-таки учебу. И бакалавриат, потом магистратура, да, остаются, приглашают. Я вам более того скажу, могу пример просто привести. У международников сегодня, вот среди выпускников, есть сотрудники зарубежных ведущих организаций, скажем, Международный банк развития, там наш выпускник работает. Это Английский центральный банк, там наша выпускница работает. Это Лукойл представляет, в Вене представительство, наша там выпускница работает и так далее. А вот на магистратуру приходят студенты? Конечно, конечно. У нас работает на сегодняшний день две магистрские программы. Актуальная проблема международной внешней политики. Вторая программа актуальной проблемой международной безопасности. И в этом году мы еще три дополнительно открываем магистрские программы. Это военно-техническо-экономическое сотрудничество, это диалог и партнерство цивилизаций, и актуальная проблема тюркологии. А на новое направление, получается, такой же ЕГЭ нужно сдавать? А там ЕГЭ нет, там просто вступительный экзамен есть. Устный вступительный экзамен, один, и идет собеседование с каждым желающим поступить в магистратуру. А новых направлений для бакалавров нет? Мы в этом году нет, не будет новых направлений. Но я думаю, что мы в перспективе будем открывать новые направления по бакалавриату. Что касается магистратуры, то уже на будущий год мы будем две новых магистратуры открывать. Это связано с Китайской Народной Республикой, связано с Республикой Иран. А для поступающих абитуриентов ЕГЭ, помимо иностранного языка, что-то нужно сдавать? Вот у международников там четыре ЕГЭ должно быть. Это с самого начала так было установлено. Это история, это общество знаний, русский язык, иностранный язык. У зарубежных регионоведов и востоковедов там нет общества знаний. То есть там история, русский язык, иностранный язык. А в этом году нет ли никаких изменений в приеме абитуриентов? Да, в принципе, нет. Все остается, как и было. То есть абитуриентам не нужно волноваться? Нет, нет, конечно. Если какие-то будут особенности, это будет приемная комиссия вывешивать на сайтах, и абитуриент может познакомиться. Да и мы потом будем, я надеюсь, встречаться с ними еще в ходе сдачи документов, и будем им разъяснять какие-то инновации, нюансы. Помимо ЕГЭ нет никаких там дополнительных заданий для прохождения? У нас нет. Угу, здорово. А общежития, условия для иногородних студентов предоставляются? Ой, замечательные условия, проживание. Весь первый курс поселяется в деревне универсиада. Причем на очень льготных условиях. Там плата мизерная в этом отношении. Условия великолепные. Вы знаете, может быть, во многом это, ну, или одна из составных частей, что привлекает абитуриентов с разных концов Российской Федерации за рубежом к нам. Угу. А преподаватели, квалификацию преподавателей вы можете объяснить? Достаточно высокая. У нас и очень много работает кандидатов, докторов наук, и, естественно, и доцентов, профессоров. И хочу ваше внимание обратить, что у нас очень много работает иностранцев. И носителей языка, и преподавателей предметников. Причем это и из Китайской Народной Республики, это и с Ирана, это с арабских стран и так далее. А в чем все-таки уникальность Высшей школы международных отношений и востоковедения в сравнении с другими высшими школами? Ну, я не скажу, что мы все уникальны. И то, что исторические науки уникальны, и лингвистика, переводческая работа, это тоже уникально. Ну, что касается международных отношений и востоковедения, ну, само по себе название уже об этом говорит. Вы же прекрасно понимаете, скажем, Институт международных отношений, да, при МИДе Российской Федерации какое место занимает в этом отношении. Вот, и это привлекает, это направление очень привлекает, и привлекает и востоковедение, и африканистика. Это очень интересно, и редкие появляются специалисты. Ну, Вы скажите, где есть специалисты, которые будут знать, скажем, помимо предметов еще африкана, свахили, хинди? А где они востребованы сейчас? Да, везде. Вы знаете, работают, начиная с Министерства иностранных дел и заканчивая частными фирмами. А внеучебное время студенты чем занимаются? Такая студенческая насыщенная жизнь есть? Есть. Но тут, Вы знаете, давайте скажем так, во многом это все зависит от самого личного студента, от его заинтересованности, да, возможности колоссальной университета сегодня для того, чтобы во внеучебное время чем-то заниматься. Это и художественная самодеятельность, это и спорт, это и наукой можно заниматься и так далее. Колоссальные возможности. И мы в меру силы возможностей, конечно, помогаем. То есть институт поддерживает активных студентов? Обязательно. Обязательно. А вот каких успехов достигли студенты, может, в научной или в студенческой общественной жизни? Ну, если говорить про учебу, я могу сказать, что значительная часть студентов нашего отделения учатся нахорошо и отлично. Это, во-первых. Во-вторых, многие студенты нашего отделения, участники различных международных конференций, скажем, конкурсов каких-то, и в том числе по иностранным языкам. Вот буквально недавно закончился конкурс по турецкому языку, наши четыре студента получили золотые медали. У нас два выпускника уже, правда, один магистрант, чемпиона Российской Федерации по персидскому языку. То есть мы конкурировали там с МИДом, с МГИМО, с Дипломатической Академией, Санкт-Петербургский университет. И вот наши двое выпускников, чемпиона по персидскому языку. То есть уровень подготовки очень высокий. А сотрудничество с другими вузами ведется активно? Конечно. У нас есть сотрудничество и с тем же МГИМО, с Санкт-Петербургским университетом, с Нижнегородским университетом, с МГУ и с зарубежными тоже вузами есть сотрудничество. И с страной СНГ, и с дальним зарубежьем. А студенты по обмену отправляются куда-нибудь? Конечно. Вы знаете, сколько желающих попасть для того, чтобы на стажировочку съездить. Вот сейчас заканчиваются уже учебные процессы. Все думают, а где бы пройти стажировку. С заявлениями подходят, чтобы в Китае пройти стажировку, пройти стажировку в Марокко, скажем, арабский язык посовершенствовать, во Францию. Как ни парадоксально, даже в Польшу рвутся попасть. Я говорю, а зачем вы туда едете? Хотите туда попасть? Ну, там английский язык вроде бы есть. Но даже туда вроде бы, в Лодзинский университет, там вот пришла заявка. Есть очень много желающих. И, знаете, вот на сегодняшний день, если мне память не изменяется, у нас несколько десятков студентов нашего отделения находятся по сей день на стажировке за рубежом. А вот все-таки в нашем эфире можете раскрыть маленький секрет? Вот желающих много на стажировку, а как все-таки получить эту стажировку за рубежом? А очень просто. Надо прекрасно учиться. И, во-вторых, надо владеть хорошо языком. То есть можно... Тем, куда вы стремитесь попасть. Если в Китайскую народную республику, ну, давайте, чтобы китайский у вас был на уровне. В Японию давайте, чтобы японский был на уровне. Кстати, у нас в Японии сегодня учится выпускник наш, международник. Он в магистратуру поступил. Вот год стажировался, будучи бакалавром, он год стажировался в Японии, изучал японский язык. Сегодня вновь уехал туда, научил. То есть знание великолепного языка. И так что... Понятно. То есть возможности есть, главное желать. Не только желание, но и, конечно, надо хорошо учиться. Учиться. Язык изучать. Понятно. Ну и такой вопрос. Какие планы на дальнейшее развитие все-таки? Ну, я уже говорил, что мы все-таки в ближайшее время, я думаю, будем и бакалаврские программы новые прорабатывать. А вот если говорить конкретно о магистратуре, то уже на будущий год мы будем открывать две новых магистратуры, которые связаны с китайской и иранской проблематикой. Потому что да. Ну что ж, на этом у нас все. Как говорится, учиться, учиться, еще раз учиться. У нас в гостях был заведующим отделением Высшей школы международных отношений и востоковедения Гришин Яков Яковлевич. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.